Исторические заповедники России глазами о современных французских художников. Выставка пейзажей русских усадеб открылась в Доме культуры в Ясной Поляне. На картинах запечатлены Марьино, Царское село, Ростовский Кремль, Дворцовый комплекс Альденбургских Воронежской области и имение Льва Толстого. Семеро французских художников и столько же усадеб, по одной на каждого. Год назад, в сентябре, они выезжали на пленэр, писали этюды. В Ясной Поляне работала известная во Франции Лоранс де Морлеав. Всего за месяц она успела сделать целую серию работ. Четыре попали на выставку. В том числе вот этот знаменитый вид на Большой пруд. Цель этого проекта привлечь внимание к историческим садам и паркам России, почерпнуть их уникальность, самобытность, значимость. Выставка исторических ландшафтов – совместный российско-французский проект. Участвуют в нем усадьбы, в которых сохранились обширные парковые ансамбли. Марьино, Царское село, Кремль в Ростове Великом, Ленинские горки в Подмосковье и великолепный дворцовый комплекс Альденбургских в Воронежской области. Взгляд французских художников на русскую усадьбу, как говорят эксперты, отличается от привычного. Манеры письма у них у всех, во-первых, очень разные. И они очень сильно отличаются от того взгляда, к которому мы привыкли в России. То есть здесь нет академизма, здесь нет практически реализма. Это совершенно другая манера. Выставка «Передвижная» – Ясная поляна, четвертая усадьба, где экспонируют картины. Через год работы отправятся во Францию, где будут показаны в замках-музеях. Елена Панова, Олег Антонов, Вести Тула.